раз-два привет и брошь ты читаешь женщин женщин я твой дворецкий кружу танго с этой девкой лесбиянкой одна слева одна справа мы танцуем на капара о боже это так круто хочу еще здравствуй дорогой друг как-то уже понял из названия есть криков этого неадекватного а сегодня мы будем обозревать мангу а правильнее сказать мангу под названием shi мягкий сука знак женщин мая начала выпускаться в далеком 2017 году и начали мое читать примерно тогда однако коронавирус ударил нам голову только концу 2020 так вот о чем же себя произведение главный герой женщин студент первого курса литературного факультета он отличный студент Красавчик, староста группы И тот, на кого действительно можно положиться И многие на него положаются Задалбывая Шене различными просьбами по типу Дай списать попраски Напишешь за меня сочку Сделай матьшу Наш мальчик, конечно же, все эти просьбы исполняет И за это его так любят В какой-то момент на горизонте появляется Грозный альфа-самец Который снаружи строгая лучи в гав А внутри душа добрейшая Водичка чистая Светлый лучик солнца В царстве тьмы Его зовут Чен Му И он препод китайской литературы Персоны требовательные Вызывают страх у многих студентов И желание его крах Шень решил выбросить мусор Но дорогу ему преградили два гамагея Которые явно были заняты рабочими делами Вот это вы, кстати, можете забыть Он тут тупо по приколу Шень знатно офигел Но мешать занятым людям, конечно же, не стал И решил свалить оттуда нахуй Заодно оставив все свои вещички в универе А зря? Ведь на следующий день Чен Му позвал парня к себе в кабинет И сообщил, что тетрадка с его гейскими фанфиками в заложниках И чтобы никто о ней не узнал Нужно молчать о том инциденте с рабочими делами Говоря о гейских фанфиках Шень Шень начал писать фанфики с самого детства Но забросил за своей мамке Что вечно говорила, мол Хватит заниматься, чухнёй! Посмотри, твоя Шенька, лоберт инсистентный, блядь! Моё уважение Спустя время Шень вновь начал писать Он скрывал это, поэтому брал свою тетрадку в универ Вот это прикрытие, конечно Его тетрадка, кстати, похожа на дизнот Ну это так, к слову Чему по достоинству оценил написанное решением произведения? Пишешь говно, но у тебя талант Бро, бро, бро! Что? Можно мне сказать? Ну говори Это... попей энергетика! Конечно, спасибо, бро! Кстати, всех с Международным Днём Энергетика! Желаю вам вкусных и дешёвых инсультов! Вместо того, чтобы нести какую-то ахинею Лучше расскажи, что там было дальше Гейство? Ну да, кратко и по делу Но можно немного больше эпитетов? Ярое гейство И глаголов Ярое гейство натуралов! Где здесь глагол? Натурал? Лов? Так, ещё одно слово, я за себя не ручаюсь У микрофона МС Савич После небольшой паузы мы продолжаем обзор на женщине И да Днём Энергетика! Итак, чему посылают на какой-то писательский хоу Семинар и разрешают взять с тобой одного студента? Угадайте, кого я решил взять в нашу училка? Ну? Ну? Конечно же, женщине! Ведь у него талант! Не, ну такому таланту грех пропадать А они приезжают на место событий И член бронирует номер в отеле Там у них происходят рабочие дела Которые дошли бы до конца, если бы не вот это Это друг нашего члена, который пришёл забрать его в Америку Так как у них была мечта и настало время её исполнить Не, ну камон, мы сладкие Какая хуя в Америке? А ты вообще видишь, что за алхимия творится между этими китайскими мальчиками? Не мешай, ладно? Свали в туман Чен Мук, кстати, того же мнения, ибо ехать в Армению как-то не хотел У него дом, семья, дети И оставлять их совсем не камильфо Кстати, после этого случая в отеле Чен Мук сказал Женьке, что, мол, это была ошибка Я был пьян, сарямба, братиш, так получилось А Женька такой Да всё норм, бро, я же понимаю Пока, пока Женьшень решил устроиться на работу официантом Там он встречает Дися, который, как оказалось, совершенно случайно учится в том же унике, что и Шень И в последующем безответно влюбляется в него В общем, всё по канонам, всё как мы любим Вы с ним похожи В каком это смысле? В этом Чен Мук начинает следить за Женьшеньем, ибо после Кто-то ведёт себя как целка И вообще, охуелось, что он творит с этим белобрысиком? Чен Мук не понимает, что делать в таких ситуациях И просит совета у сантехника Дико извиняюсь, но я бармен Как по мне, это вообще какой-то гей Так что сиди на попе ровно, бич После некоторых манипуляций и танцев с Буном Эти двое голубков, наконец-то, начинают встречаться Дальше появляется Зисюй, братец Зисяо Просто невъебенно красивый мужик Мужик же Который, ну просто жопу рвёт ради своего братика Уже давно сидит на антидепрессантах И тут даже поню понятно, что у него сердечка-то побаливает А Зисяо этого не видит И к тому же говорит, что презирает Зисюю из-за своих детских трав Верните мне мою тринадцатую главу, пожалуйста Шень тем временем продвинулся в своей писательской деятельности Его произведения начали публиковаться И он с головой ушёл в творческий процесс А Чен Мути временем уволился с работы И заделся безработным бомжом Как 50% российского населения В общем, там очень много всего происходило Думаю, вам будет интересно почитать Но хотелось бы отдельно поговорить О концовке этой маньхуа Которая как бы, ну... До сих пор волнует наших учёных И критики не могут прийти к единому мнению Он уехал, сука, чтоб понять себя Каждый решает свои проблемы как может Да хуя он просто не остался конь ебаный Ну потому что его брат помер Он такой в меня больше ничего не делал Хотел понять, зачем ему жить Ему нужно жить ради женщины Господи, да хуя валите в Америку, блядь Ну он же ёпта сдержал обещание Вот два года прошло Тютелька в тютельку приехал С братьями чё, нихуя непонятно Что стало с ними, где коты, блядь С этим нахуй соглашусь, блядь Вообще нихуя непонятно, где коты, сука В конце умирает брат Ченму Которого нам показали в первых главах Как оказалось, он был в коме уже как 8 лет И вот помер недавно В царстве ему небесное Мальчик был просто ангелок После этого Ченму бросает всё И улетает в Америку на два года Шэньшэнь говорит, что будет скучать по нему А затем нам рассказывает смазливую историю И чтобы вы поняли, как это всё было Взгляните сюда Боже мой, я так люблю этого автора Он мой любимый фикратер Я напишу его фантик, который он забросил 20 лет назад И напишу ему письмо, что поступаю в тот же универ, что и он Боже мой, какой-то малокосос решил дописать мой фантик 20-летней давности Интересно, интересно Остану-ка я учебный Вдруг я его увижу Как там его зовут? Шэньшэнь? Глучит как Шэньшэнь Ха-ха-ха-ха Вот так закончилась эта замечательная гейская история Многим понравилась концовка Многие сплакнули Вы посмотрите, что случилось с моим коллегой Блять, он вздох Ну за такое, думаю, нужно и лайк поставить Спасибо вам большое за просмотр Надеюсь, в комментариях я вижу теплые слова поддержки начинающим Маньхуака-обзирателям Ну или вообще хоть какие-нибудь комментарии Пожалуйста Охуяная заставка, пока мы не придумали Пам-парам-пам-паш-ты-тут-пуш День энергетика Это профессия Но мы вали 22 декабря Объявляю день энергетических лапочков А знаешь, 22 декабря Это значит, что будет 22 12 2020 Если мы сдохнем, это будет символично Субтитры создавал DimaTorzok